Здравствуйте, мои юные друзья-садоводы! Напоминаю, что эту картинку увидели ровно в фильм «Назад». Вот и называлась та первая серия «Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли?» Ну, скорее, можно назвать это не веселыми историями, а оптимистическими историями. Потому что нам сейчас только надо рассчитывать на детей, поэтому я сейчас и к родителям обращаюсь, но и к детям тоже. Дети в широком понимании. Видели бы моего Тимошку, который с трех лет в саду моем, и чего он умеет. Это я как-нибудь, наверное, в следующей серии соберу эти фотографии отдельные и покажу, добрую сотню. А сейчас поехали дальше. Вот, видели, что такое начало зимы, я вам про это рассказывал. И как можно обмануть природу. Под бутылками идет месяц за два. Об этом мы поговорили, поговорили, поговорили. И остановились мы вот здесь. А мне хочется, чтобы вы, ребята, выглядели вот так. Смотрите. Я всегда, если бы я проводил бы, кто бы мне доверил, правда, проводить лекции в университетах. И то, я считаю, поздно. Надо бы со школьника начинать. И вот, самая знаменитая фраза, помните, Станиславский? Ну, может, не помните. Вот, режиссер воскликнул, не верю. Вот. И у меня получилось все, что получилось. А что получилось, вы уже видели. Лучесад в России. Феноменальный. Феноменальный. Да еще в Сибири, да еще с такими морозами, но мы это уже проходили. А что такое не верю? Вы откроете, среди вас будет, ребятишки, много людей талантливых. Ну, слова много. Я взял кавычки. Знаете почему? Потому что вас учат не думать, а запоминать, запоминать, запоминать. И убито в мысли, что все, что в учебниках, это правда. Че-пуха. Я уже развеял столько этих мифов, вот, что по неволе аж несколько открытий мировых сделал. И вы будете их делать, причем это будет для вас нормально. Посмотрели и сказали, не верю. Вот вам говорят, я всегда сторонник говорю, вот, на уровне Земли температура, допустим, минус 30. А вам скажут, причем многие говорили это, писали, учили. А на высоте метр, допустим, на 3 градуса лучше, теплее, допустим, не 30, а 27. А на высоте, например, 2 метра уже 25. И вы представляете, это вбито в башку. Мы же сейчас и садоводцы с вами, вы же будущие эти самые Мичурины. Кстати, Мичурина отменили. Ребята, вам придется возвращать Мичурина на пьедестал. Вот, это не шутки. И об этом мы тоже будем говорить. Но главное, что сейчас я вам объясняю, что такое неверие. Вот, давайте привайте выше, там теплее, давайте еще выше. Вот, и это все серьезные люди, образованные с дипломами, с этими, со степенями этими. Они один раз кто-то как-то, да им просто казалось, что так должно быть. Потому что этого невозможно. И вот мы с вами изучили, какая температура в Новосибирске. Но это мы сравнивали. Челябинск, мой сад, который многие говорят, а у вас как Украина? Нет, у меня Сибирь. И вот они доказательства, так? Вот, уважаемые люди, я вынужден ссылаться на авторитету. Вот, это директор ГСУ, вот, Галина Николаевна Бойкова. А это сам Курдюго, вот, писатель и садовод. И получается так, что вот эти таблицы, от них перекочевали мне. И вот когда я вдруг, я проверял, я никому не верю, именно поэтому мне удалось достичь того, чего уже Нобелевская премия пахнет. Но как проверял, я взял три градусника, на нулю, на высоте метра, на высоте двух метров повесил. А они все одинаково показывают. Я в другом месте, я давай деревьям привязываю градусники, опять. Или даже у земли чуть теплее, вот так. А здесь цифры-то какие, потом сами посмотрите. Вот, кстати, еще и ветер не забывайте, чем выше, тем ветренее. И вот получается так, что температура на высоте 10 метров, тут уж четко она ясна, получается как. Я сейчас с иронией шутил, раз на высоте 2 метра на 5 градусов, или метр на 5 градусов теплее, чем у земли, ну потому что она не ближе к солнцу, аж на целый метр два. Но это грустная шутка. Итак, максимальная температура на высоте 10 метров. И давайте смотреть. Вот. И что получается? Сравнивайте. Видите? Холоднее, 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 холоднее. Ну что, поверили? И вот с тех пор, и до сих пор, что если я сам себе сделал открытие у земли, или не менее холоднее, или еще и теплее. И с этого момента вся моя агротехника была направлена на то, чтобы привить у земли. Что такое прививка? Это шов. Хирургический шов. Вот. А раз шов, значит, сюда проникать должен мороз. Обязан и проникает. Потому что здесь нарушена целостность коры. Как бы ни срослись две половинки, все равно. И тогда я сказал себе, я буду прививать у земли, шов будет перекрыт. Когда снегом. Когда просто тем, что теплее. Когда снега нет. Вот. И это мне дало прибавку такую, что, а, у него климат как на Украине. Вот он, мой климат. Вот он. Но надо немножко было думать, не верить, самому мерить. Таблица подтверждает, что намного холоднее на высоте. И надо прижиматься к земле. Вот так вот. Вот одна из этих самых моих советов. Вот. Не верьте никому. Никому. Проверяйте все. Вот. Пойдем дальше. Вот. Видите? Ну, так получилось, что, видимо, так, 10 дней, 11 дней, как умер мой друг Юрий Латинков. Эта фотография от него. Вот. Почему я здесь ставил? Потому что некоторые говорят, а, уже Элизова. Ну, конечно, уже Элизова. А второй человек, который мне ничем не уступает, жил. И сейчас он там, живут его сады. Вот. И вы тоже, когда вам скажут, этого не может быть. Теперь уже не только в Сибири, но и на Урале. Там, если холоднее, это на градус. Вот. И вот вам, пожалуйста, пример. И захотите иметь, и будут у вас такие плоды. Будут. А вот. Хотя, люди, которые пытались на местах разобраться, и говорили, а вот уже Элизово-Сибири, а у нас Подмосковье, а у нас Брянского, а у нас не могут они расти. Таблицы моростойкости не позволяют. Вот. А мы все время отменили. А если бы не отменили, то таблица бы позволяла. Вот. А вы, детишки, уже ближайшие сто лет, учитывая дебильную школьную программу, ненужную, бесполезную, тупую, по биологии, вы никогда не узнаете, если только не посмотрите. Разве что, вот посмотрите этот фильм. Вот. Эту фотографию мне прислал друг. Вот этот вот священник Алексий. Вот. Отец Алексий. Почему мне нравится эта фотография? Он ее прислал. Мне нравится то, что здесь много детей. Они верят и не верят, верят и не верят. Вы понимаете, как можно с одной стороны соединить божественное начало мира, причем вы увидите эту всю невиданную красоту, я вас познакомлю с ней. Вы ее не видите, потому что когда по биологии говорят, вы зазубрите, что улиток закручиваются налево, а не направо, и за это ставят двойку или пятерку. Они видят красоты мира, никто. Мы с вами увидим. И вот эти дети приходят в церковь с родителями, молятся, вот, верят в Бога. А некоторые, может быть, и не очень-то верят, потому что в школе-то им объяснили, какой Бог. Знаете, как в школе объяснили? Объясняют. Случайно в грязной луже, чем грязнее, тем шансов было больше. Самый грязный из грязных луж, иначе бы не удалось скомбинировать. Вдруг случайно сцепились молекулы друг к другу, и получился первый организм. Вот. Я смеюсь над этой идиотской теории, которую сделали истинно, только потому, что это же первый организм должен был сразу уже питаться, иметь органы пищеварения, органы, это, потом эта штука вылезла, как амеба, на землю, и стала травой, вот, стала животными, в общем, глупость несуспетная. Так, если не знать изначально, как это случилось, но дети оказались, вы, ребятишки, оказались, у вас раздвоенное сознание. Чаще всего дети просто отключают его. С родителями пошли, помолились, потом пришли в школу, изубрят, изубрят, там атеистов делают, про обезьян, вот, хвосты отпали, отвалились, вот, человек. 40 тысяч лет назад, знаете, сколько это поколений назад? 2000, это недавно, 2000 поколений назад на земле не было ни одного человека, не было, ни одного черепа найти не могут, квалификации есть, а человеческих черепов нет. Откуда взялись-то? Оттуда. Помните этот анекдот? Корова. Ты откуда? Я от верблюда. Страшная вещь. Это мы тоже будем проходить, потому что изначально моя часть богоискательства заключается в том, что у меня есть доказательства, и вы будете тоже знать, что на земле сразу появились культурные растения. Придумав, что однажды человек увидел среди диких деревьев чуть-чуть деревца, чуть-чуть плоды съедобные, перенес себе в сад, а потом этот самый с него получил еще лучше случайно плоды, потом случайно еще они стали слаще. И так поколение за поколением человек-садовод вывел все вот эти сорта современные, которые не могут быть. А у меня получалось наоборот, сейчас еще раз покажу, гордостью показываю, смотрите, вот это мой сайт, вот это фотогалерея, вот, и имея совершенно, это очень важный момент, ребята, от этого зависит, будем верить Бога, будет на земле мир, не будет это насилия, воровства, убийств. 21 век, ребята, вам это надо будет изменить, 21 век, вот, последний, Степанакерты из этих самых, разрушает квартал за кварталом, тысячи женщин и детей мертвых, это было совсем недавно, сегодня я напомню, 24 марта 21 год, 2-3 месяца назад, перед этим Донецк и с кассетными бомбами разрывало на части женщин и детей, детей, кто-то дал такую команду разрушить город, вот, а кто-то нажимал на эти рычи, эти самые, на кнопки бомбосбрасывателя, они верят, вы понимаете, летчик, который отбомбился, это я вам детям говорю, потому что теперь от вас все зависит, наше поколение не смогло, одни молчали, другие убивали детей и женщин, месяцами по подвалам, представляете, подвал 0 градусов, температура, сидеть, дрожать от холода и ждать, когда закончится бомбардировка, это в наше время, вот, как человек, который управляет реактивным самолетом, сбрасывает бомбы, не на этих, там, таких же военных, которым может быть, судьба такая, под бомбами умереть, а сбрасывает на городские короталы, женщин и детьми, а потом возвращается, возвращается, садит самолет, идет, ну, наверное, напьется, это понятно, такой стресс, а может просто, а, его еще орден дадут за убийство детей, вот этот мир, не наш, мы должны доказывать, доказывать, что он, этот мир, был сделан искусственно, и мне удается это доказывать, а значит, это божественное происхождение, то доказывать мне удается, только потому, что имея заурядные фрукты, поколение за поколением, они у меня не дичали, ведь для того, чтобы в генетику, чтобы в генах сделать хотя бы на одну сотую миллиграмма в среднем плоды крупнее, нужен миллион лет, а у меня 35 лет за плечами, 36, и плоды, вы понимаете, вот, ведь не было таких плодов, не было у меня, я их не сделал, нет, я не бог, их сделал бог, я вернул им качество, они просто на земле слегка дичали, приспособились, чтобы не умереть, и вот, когда я вернул им эти качества, ведь я уверен, что именно такие, вот они персики, смотрите, в Сибири, в Сибири, понимаете, я вернул им такие качества, которые, буквально не уступают райским, тем садам, которые мы называем сады Эдема, вот, понимаете, в чем дело, они не были такими, я им вернул качество, как, посмотрите на эту красоту, и посмотрите на эти размеры, вот, наука не занимается этим, как, они знают заранее, что это невозможно, а когда посмотрят это все, они вздыхают и говорят, ну, конечно, там, это, он нищете все это создал, вот, а мы тоже нищие, только у нас это, другое, другие цели ставим, а этих целей у нас в садах ничего нет, видите, вот это вот, не было их, понимаете, еще раз говорю, я их не создал, я им только вернул свои качества, ну, что, полюбовались, вот это всего лишь несколько лет, у меня еще, я могу показать 20-40 раз больше, и все это реально, вот, и пока, слава богу, эти детей не бомбят, наша задача накормить их нейтральными фруктами, 40 обработок ядохимикатов за короткое лето, и импортные идут, 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 еще вам, дети, покажу вот такую вещь, знаете, как это делается, вот, например, я сейчас набираю буквально это самое, оп, ры, ски, ваня, вот, а поиски нет, надо было фото, первое слово, надо было фото, фо, то, ага, найти, вот, это, 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 поиски, эх, не, так, фото, поиски, ва, ни, я, саду, о, нашел, вот, посмотрите теперь на этот ужас, о моем саду вообще яда нет, посмотрите на этот ужас, для меня это жуть, и все это вам, чтобы вы это ели, 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 вот, а почему, знаете, потому что в начале они калечат деревья, это вообще принятая, мировая практика, вот, вот видите, побелили дерево, да, теперь, а почему опрыскивать будут, вот, оно будет болеть, обязательно, потому что, это все, уничтожение дерева, медленное, но верное, надежное, кора не дышит, зимой, не принимает тепло, зимнего, и так холодного солнца, здесь, зимой, не получаются воронки, которые спасают, от гниения, основания штамба, это самое, слабое место у дерева, а потом, когда вот это натворить, не зная последствий, вот, просто уже принято, принято, тупо, глупо, вы этого не будете делать, и потом, он болеет, его надо прыскать, видите, как, вот, что нас ждет, давайте вернемся к себе, вот, значит, вот это вот, подобие райского сада, это сад моего друга, отца Алексия, видите, вот, к сожалению огромному, их так мало, по России, даже, в церквах, там, тоже, райские сады, считается бы расти трудно, невозможно, поэтому больше цветочков, вот, и это тоже печально, вот это вот, вода из скважины, когда она замерзла, это мой покойный друг, Владенко мне прислал, когда она замерзла, вода из скважины, посмотрите, вы ничего не видите, этого чуда, вам приходит, придется разгадывать, разгадывать эти загадки, одна из них будет так, вот, да, мне повезло, я первый на планете догадался, но вам надо это продолжать, доказывать, доказывать, что, в воде находятся, особая, невидимая, миру невидимая, науке, к сожалению, вот, такие, структурированные, волны, так назовем, стоячие, о, это сложно все обозвать, вот, когда-то в них встраивались, когда-то, вот, видите, когда-то в них встраивались молекулы, и получались растения, и вот это вот, видимое доказательство того, что я говорю, это как своеобразная реклама, ветка отломана, а вот память о ней, потому что она имеет двойственную структуру, и волновую, раз, и материальную, два, вот, видите, листьев нет, а они есть, просто конденсат, который вместо молекул, когда-то это было все под водой, который сюда внедрился, сделал видимыми эти листья, это доказательство вот этого божественного происхождения, а не вот этой глупости, что материя первична, вот, когда я показывал ученым вот это, я говорю, понимаете, это случайно не бывает, нет, говорят, это случайно, а это узоры на этих самых, на окнах, я вам оставляю такую проблему, детишки, такую проблему, но идем дальше, даже когда мой сад, оказался, подобным, райскому, когда, телевидение, даже Москвы приезжал, телеканал, культура, а еще с Новосибирска, а еще с Красноярска, еще с Кемерово, а еще с Абакана, местные телеканалы, вот, никого это не убедило, никого, после этого должно было начаться, нашествие ученых, а, как, почему, давайте мы, стыдно, мы отстали на сто лет, нет, тишина, ну, а мы, ребята, сейчас уже, не все, в живых, вот, Борис Боднер, выдающий садовод, по Мичурину работал, по его методам, добился гигантского успеха, обогнал науку на тысячу лет, потому что у них в садах пусто, вот, если в саду ученым нет абрикосов, черешин, а у Боднера это есть, это получается, что он обогнал не на год, не на два, на пять, а на миллион лет, вот, такие ребята, такие сады, видите, вот моя физиономия, видите, какой я скромный рядом с ними, вот, и не все эти ребята не оценены, и не дооценены, вот это мой сад зимой, так, выглядит вот таким вот образом, я хочу, чтобы вы поняли, что, не такой, что у меня и рай, вот, это во время цветения, представьте себе, как у нас бывает, это цветение, вы скажете, да, ну, это, наверное, январь, нет, это май, вот, и этот цветение, просто, ветка рухнула, не выдержала, это мой самый, это самый знаменитый абрикос в России, благодаря мне, манджурский патриарх, вот, а, кстати, видите, уже зеленая смородина, вот, кстати, выращиваю с укоренением, тоже мой метод, вам когда-то пригодится, а вот это же дерево, да, вот это вот, вот тут было отпилено, вот, и вот кусок его, цветами держит в руках мой помощник, демонстрирует, до чего у нас страшная бывает весна, не медом намазана, а это осень, попадает, видите, под осень, короткое сибирское лето, и помните, почему я, мои деревья, им главное было прижиться, а для этого надо было лето удлинить, хитрости нужны, а про хитрости я уже вам рассказывал до этого, вот, выдающиеся люди, человек без рук, Бородич, мой друг, вот, когда я к нему приехал, это я к тому, друзья, чтобы вы знали, чтобы вы понимали, что мы стоим, и мне это мое любимое выражение, оно не мое, кто-то с классиком, кто-то с Англии, что ли, сказал, мы достигли вершины, потому что стоим на плечах гиганта, вот он гигант, еще до меня за 20 лет, уже вот такие абрикосы имел, Бородич, сейчас его живых нет, как еще он был жив, я кричал, в дозволенных мне пределах, нужна красная книга, для таких выдающихся стариков, чтобы у них были особые условия, чтобы он не упал, однажды разбил голову и умер в реанимации, второй наш друг, Чижик, такой же выдающийся садовод, то еле ходил, упал, разбил голову и умер в реанимации, вот, красная книга, это уже вы, дети, даже будете заботиться на таких людях, вот, вот он, Чижик, кстати, такая судьба, такой страшный конец, сады, конечно, пропали, ну, что-то от него попало ко мне, ну, одна-два черенка, от него один-два черенка, вот, а у нас свои проблемы, представляете, я, Велиза, вам рассказываю, показываю вот такие вещи, уникальные, да, видите, видите, вот, и, при этом, параллельно, чтобы выжить, я работал в двух детских садиках, мы с вами коллеги, друзья, я же, про вас детей же, и для вас рассказываю, я работал в двух детских садиках, там три тысячи, тут три тысячи, да, вот, сколько времени потеряно, а я надеюсь, что у вас будет прямая дорога с садоводами, молодильное яблоко, его создала силой мысли, это тоже будете изучать когда-то, надеюсь, надеюсь, что вам это будет интересно, человек, умирая, приснился сон, вот, яблоки, 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 успеваю, ее уже умирая яблоки, это нога Татьяны Александровны, моя подруга, к сожалению, она умерла, но она прожила после этого еще столько лет, вырастила сад уникальный, вот с такими яблоками, я их называю молодильные, вот, это загадка-загадок, когда силой мысли, из семечка, обыдоварядного, она получила такое, видите, как я вас настраиваю, вот, чтобы вы знали, что не из грязной лужи, раз, что это, что, и есть, значит, как говорит Библия, в начале было слово, но для меня слово и мысль, это одно и то же, вот, это тоже ее Татьяна Александровна, вот, и когда она прислала фотографию, я сказала ей, я вас поздравляю, у вас самые сладкие яблоки, почему, потому что на деревьях, осы никогда, не пьют сок из яблок, там всегда есть кислинка, ваши яблоки уникальны, потом она умерла, ее сад тоже оказался никому не нужен, вот так вот, ну вот, сейчас заканчивается, осталось полминуты, и отключится, но мы будем продолжать и продолжать, чтобы у вас вот так вот было, как здесь, был период, мы такого добились, сенгорские садоводы, что у нас ведро яблок, стоило столько, сколько ведро картошки, пусть это было 1-2 года, потом началось, это, зверское уничтожение садов, это учили телевидение, книги, газеты, журналы, и этот феномен наш прекратился, но вот эти стоили, ведро на ведро, цена с картошкой одинаковая, я это назвал, феноменом, так, вторая серия закончилась, сейчас отключится, видеокамера, до следующей встречи, друзья, Субтитры создавал DimaTorzok